Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжит главные новости региона. Это информационная программа «День». Меня зовут Илья Захаров. И вот главные темы на сегодня. Объединять, а не возводить посты. На форуме СМИ в Грозном обсудили вопросы позиционирования Северного Кавказа как территории порядка и спокойствия. Капитальный ремонт обернулся капитальными проблемами. На жителей дома в центре Ставрополя может обвалиться потолок, который повредили во время ремонта. Сказочный лес, светящиеся фигуры и звездное небо. Краевой центр преображается накануне новогодних праздников. Сады отдельно, огороды отдельно, дачных участков не будет вообще. С 1 января вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс страны. Теперь подробности этих и других тем выпуска. «Не навреди» – эта фраза стала негласным лозунгом журналистов на 6-м международном форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном. Там собрались больше тысячи работников средств массовой информации. В пленарном заседании приняли участие главы субъектов округа. Говорили о современной журналистике, информационной безопасности и особенности работы СМИ на Северном Кавказе. Ну а перед этим гости оставили свои мысли и пожелания на стенде Ставропольского края. Основные итоги в нашем сюжете с места событий. Северокавказский форум СМИ проходит уже в шестой раз. И с каждым годом он становится все более масштабным. На этот раз в Грозный приехали делегации из более чем 10 регионов страны, а также из Южной Осетии, Казахстана и Туркмении. По-моему, это очень здорово, что журналисты Северного Кавказа, которые здесь живут, зачастую не знают вообще, что такое Северный Кавказ. Это действительно так. Что происходит у соседей, что происходит в более отдаленных республиках Северного Кавказа. Приехать и своими глазами это увидеть. Правильно? Пообщаться с коллегами, пообщаться с представителями власти, может быть, задать им вопросы. Каждый регион представил на форуме свои экспозиции. Все желающие могли познакомиться с выставками и наладить отношения с коллегами. Такой возможностью воспользовались и почетные гости. Полпредпрезидентов СКФО, главы субъектов округа, приглашенные эксперты. Практически никто не мог пройти мимо площадки Ставропольского края. Интерактивный глобус в центре символизирует взаимодействие СМИ разных стран. Здесь же история краевой журналистики в живых предметах. Зеркало – символ того, что сейчас журналистом может стать каждый. И доска, где как раз и можно быстро опубликовать свой материал. К концу форума на ней уже нет свободного места. У нас есть телевидение высокого уровня, у нас есть хорошая пишущая журналистика, у нас есть очень хорошее интернет-издание. Поэтому, мне кажется, самое главное, что у нас уже есть достаточно большие результаты. Ключевой частью форума стало пленарное заседание. Цифровые медиа, новая реальность и перспективы развития. Говорили не только о технологиях и смыслах современных медиа, но и о том, как изменить и оздоровить ситуацию вокруг. Ведь объектив камеры имеет свойство укрупнять негатив. Так, идей очень много, контактов, общения. И благодаря тому, что, вот смотрите, сегодня на пленарном заседании столько СМИ, и не только СМИ, а СМИ нового времени, да, когда каждый человек вынимает свой телефон, ведет прямую трансляцию, сколько различных сигналов разошлось информационных. И это здорово. Одно из ключевых предложений, на первый взгляд, не имеет отношения к СМИ. Убрать блокпосты между регионами Северного Кавказа. Политическое решение облегчит работу СМИ. Ведь продвигать и позиционировать Северный Кавказ СМИ, как территорию порядка и спокойствия, без щетины блокпостов будет проще. Полпредпрезидента России в СКФО Александр Матовников и главы регионов согласились с такой идеей. В части журналистики, особенно журналистики Северного Кавказа, здесь должно быть действовать одно правило врача. Помните, он всегда, врач, с чего начинает, у него первая мысль, не навреди. И каждый на кончике пера должен нести вот это вот состояние, не навреди. Сделай так, чтобы вот этот разный Кавказ всегда оставался мирный. Завершился форум награждением участников конкурса «Медиа Кавказ». В числе победителей наша коллега Екатерина Сегида. Ее специальный репортаж про работу Ставропольского спецназа «СОБР» стал лучшим документальным фильмом о Росгвардии. Павел Гендавицкий, Леонид Чапуренко, Андрей Яценко. Ставропольское телевидение из Грозного. Сегодня утром в Лермонтове снят режим повышенной готовности к ЧАЭС. Напомним, он был введен, когда существовала реальная угроза того, что город может остаться без горячей воды. Из-за остановки ТЭЦ на градообразующем предприятии – гидрометаллургическом заводе. Завод был перезапущен 14 ноября. В результате работы, проделанной региональными и местными властями, погашены долги перед ресурсоснабжающими организациями. Угроза системам жизнеобеспечения города ликвидирована. Капитальный ремонт обернулся капитальными проблемами. На жителей дома в центре Ставрополя может обвалиться потолок, который повредили при ремонте крыши. Из вечной вопроса – кто виноват и что делать? Разбирался Алексей Форсиков. Моему ребенку, старшему сыну, упало это все на голову. Кошмар какой-то. Ставрополь-центр – довольно старый дом после капремонта. Поменяли кровлю, но стал проваливаться потолок. Он старый, деревянный и ему уже больше полувека. В соседней квартире дела еще хуже. Там новые хозяева делают ремонт. И уже, кажется, не рады покупке. Мы залазили на потолок сверху, так же смотрели. Когда ходишь по потолку, сюда все сыпется, сквозь эти щели. И потом мы управляющую компанию вызвали, чтобы они уже посмотрели состояние. Они посмотрели и попросили сбить нам в той комнате потолок. Так же мы, получается, сбили, но чтобы они так же пришли и посмотрели. Причина такого провисания потолка, по словам жильцов, в том, что подрядчики от фонда капремонта в процессе реконструкции крыши и фасада сделали на чердаке склад. Специалисты стройжилнадзора на стороне людей. Решение проблемы, говорят, тут одно. Собирать общее собрание жильцов и договариваться. Нужно будет собирать деньги на ремонт потолка, который, на минуточку, общедомовое имущество. Но вначале нужно будет получить заключение о масштабах повреждений. Безусловно здесь все усложняется сегодня тем, что кровля только заменена. И, наверное, все-таки нужно искать способы, как это сделать, не затрагивая в целом кровлю. Потому что теперь разобрать заново кровлю и сделать перекрытие – совершенно неразумное мероприятие. Поэтому нужно специалистов, которые бы все-таки сделали выводы, как это сделать можно и можно ли это сделать, не разбирая кровлю. В управляющей домом компании уверены – в произошедшем виноват фонд капремонта, который не разговаривает с ними при планировании работ. Виноват фонд капитального ремонта с некорректным составлением графиков ремонта, отсутствием обследований домов. Элементарной информации недостаточно для того, чтобы составлять планы капитального ремонта и финансирование. То есть изначально это должно все контролироваться и согласовываться с управляющими компаниями, которые имеют достаточной информации даже по мелким недочетам по всем домам. Сейчас же жителям дома нужно всем вместе предъявить претензии к тем, кто работал спустя рукава. Алексей Форсиков, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. За комментарием по ситуации, сложившейся в доме после проведения там реконструкции кровли, мы обратились в фонд капитального ремонта. Вот какой ответ мы получили. На момент приемки она чистая кровля. Протечек нет. Уже два года почти прошло без одного месяца. Как кровлю сдали в эксплуатацию, жалоб, заявлений не было, претензий не было. И вдруг сейчас через два года возникает, что виноват капитальный ремонт. Фотографии, подтверждающие отсутствие какого-то лишней нагрузки на кровлю после капремонта, есть, мы не оставили там ничего. Более 72% россиян предпочитают болеть на работе. Таковы данные соцопроса, которые провел один известный поисковый портал. Как выяснилось, 39% респондентов ни разу не были в поликлинике. Еще 37% обращались за врачебной помощью от двух до четырех раз в жизни. Хотя на Ставрополье эпидпорог по гриппу и ОРВИ сейчас не превышен, нам стало интересно, как же болеют земляки. Кира Рогожина отправилась в одну из поликлиник Краевого центра. Подробности в сюжете. Хотя смена Алины Кривохижины уже закончилась, девушка работает медсестрой. Покидать поликлинику она не спешит. Решила, говорит, воспользоваться моментом и проконсультироваться со специалистом. Алина тщательно следит за здоровьем, поэтому сейчас ей важнее всего не заболеть. Работаю с людьми и не хочется, чтобы они тоже болели. В этом году Алина уже прошла иммунизацию от гриппа, как, впрочем, и еще 11 тысяч человек. Это 30% населения, прикрепленного к поликлинике. По словам специалистов, такого количества достаточно, чтобы уже создать хороший барьер для распространения инфекции. Тем же, кто не привился, следует не забывать простые правила. Часто мыть руки, мазаться оксалиновой матью, избегать мест массового скопления людей, гулять на свежем воздухе, высыпаться, заниматься спортом, следить за питанием. А еще не забывайте следить за чистотой смартфонов и компьютеров. Санитарные врачи считают, что именно на клавиатуре наших компьютеров, на телефонах, на этих кнопках, собирается самое большое количество вирусов. То есть ежедневно, аккуратненько, влажной тряпочкой или с жидкостью для обработки клавиатура обрабатывается и телефон. А еще, как говорят врачи, не стоит увлекаться иммуномодуляторами. Это не панацея от простуды и ОРВИ. Более того, они могут навредить здоровому организму. Если же простуда атаковала, еще раз напоминают специалисты, не надо заниматься самолечением. Важно вовремя обратиться к врачу. Но не стоит злоупотреблять. Вызывать специалиста на дом следует только в случае реальной необходимости. Когда температура превышает 37,5 градусов, болит голова, ломит тело и появляются другие симптомы инфекции. Особенно обидно, когда наши доктора приезжают к пациентам. Это вот как раз это время этим характеризуется. А пациент пошел в магазин. Родственники говорят, подождите, пожалуйста, сейчас он придет из магазина и вы его посмотрите. То есть вот эти вот случаи, они, на наш взгляд, просто говорят не только о неуважении к медицинским работникам, но и о неуважении к самому себе. По данным одного социсследования, 72% россиян предпочитают не брать больничное, переносить простуду и ОРВИ на ногах. При этом треть респондентов никогда не обращались в поликлиники. Столько же прибегали к помощи специалистов в считанные разы. Правду говорят, что нас, корреспондентов, ноги кормят. Поэтому отлежаться дома, когда болеешь, зачастую не удается. Уж мне точно. Только температура приходит в норму, бежишь на любимую работу. Вот мы и решили узнать, как болеют жители краевого центра. Для этого вышли на Городские улицы. Скажите, вы когда болеете, предпочитаете дома оставаться или работаете? Работаю. А почему? Ну, мне необходимо зарабатывать на свою семью. Я не могу себе позволить болеть дома. Чаще все-таки на работе. Почему? Ну, потому что уволят, не дай бог. Работу потеряешь. Я гуляю. Мне серьезно, быстрее походят по студии. Что ж, болеть дома или продолжать ходить на работу, каждый, конечно, решает сам. Но не стоит забывать о том, что как относишься к своему здоровью, так и ответит организм. Между тем, на сегодняшний день на Ставрополье эпидпорог не превышен. За прошлую неделю с ОРВИ в медучреждение Края обратились порядка 10 тысяч человек. Кира Рогожина, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Чудеса наяву. Преображение Ставрополя к новогодним праздникам уже началось. Километры гирлянд, сотни елок, тысячи шаров и миллионы огоньков почти готовы сиять и дарить праздничное настроение горожанам. Как украсят улицы Краевого центра, расскажет Ирина Ивановская. Еловый сказочный лес вновь вернется в центр Ставрополя к зимним праздникам. Главную зеленую красавицу уже установили. Четырехцветная иллюминация готова. Главная елка города 25-метровая. Это самая большая елка у нас на Северном Кавказе. А монтаж 33 новогодних елочек будущего сказочного леса продолжается. На каждой из них развесят от 70 до 400 игрушек, украсят гирляндами и светящимися звездами-макушками. Около 10 тысяч шаров потребуется для того, чтобы украсить сказочный лес, который вырастет на главной площади Ставрополя. Пока шары упакованы, они находятся в мешках и ждут своего часа для того, чтобы найти свое место на главной елке города. Еловый новогодний лес – не единственное украшение города. Горожане смогут увидеть и новые арт-объекты, которые погрузят краевой центр в волшебную зимнюю сказку. Это на Александровской площади звездное небо появится. Будет украшено миллионами огонков. Оно будет располагаться на Александровской площади от улицы Зержинского от проезжей части и практически до Ангела. Это будет великолепное зрелище. Небольшие арт-фигуры, которые появились в театральном сквере, рядом с крепостной горой Пегас появился. Иллюминация будет праздничной и яркой. Только в звездном небе насчитывается больше семи сотен гирлянд. При этом никаких холодных оттенков. Только теплые и уютные цвета. Желтые, белые, оранжевые, красные. К слову, в каждом районе города появятся баннеры с индивидуальным новогодним оформлением. Праздничное настроение будут создавать и по-особому украшенные школы. В 14-м лицее окна всех трех этажей декорировали новогодней аппликацией. Во дворе гирлянды. В этом году мы иллюминацией украсили наши большие четыре ели, которые растут уже с 1974 года. И, конечно, здесь очень красиво в вечернее время. Огоньками украшены миниатюрные деревца, которые расположились на козырьке здания. Хоть главную школьную елку установят за неделю до праздников, ученики уже отправляют письма Деду Морозу при помощи новогодней почты. Загадывают желания и взрослые. Светящиеся деревца, которые находятся в центре города. Вот я бы их сюда, если бы можно было бы, вот те арт-объекты, которые в городе, в Ставрополе, светящиеся шары, тоже бы не помешали на территории школьного двора. Пока одни школы мечтают о светящихся деревьях, у некоторых желания сбываются. Деревья только распаковывают. Для школы мы в этом году выбрали особое. Решили установить некоторые арт-объекты. Это желтые световые деревья, которые будут стоять перед школой. Цветовые деревья метр девяносто в высоту, метр пятьдесят в ширину. Четыре дерева будут украшать фасад нашей школы. Между тем, 21 декабря в Ставрополе стартуют все праздничные новогодние мероприятия города и зажгутся огни на елках. Ну а завершающим штрихом к украшению краевого центра стала бы по-настоящему зимняя погода, морозная и снежная. Ирина Ивановская, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Когда в обновленном Дворце культуры Железноводска покажут первый спектакль, где живет лучший библиотекарь Ставрополья и как будет выглядеть главная елка Невиномыска. Ответы на эти и другие вопросы в нашем муниципальном обзоре. Смотрим. Ремонт Дворца культуры в Железноводске подходит к концу. Строители основные работы выполнили. Остались лишь небольшие штрихи. Они заменили планшет сцены и настроили на ней вращающийся механизм. На обновленной площадке можно будет показывать театральные постановки, которые требуют быстрой смены декораций. В ДК также укладывают новый паркет. Уже полностью заменили систему отопления. Открыть Дворец культуры планируют 29 декабря. В этот день на обновленной сцене покажут новогоднее представление «Матушка-метелица» для детей. Улицы Кисловодска станут еще чище. В городе-курорте закупили новую спецтехнику. В помощь коммунальным службам три универсальных погрузчика. Их произвели в Белоруссии. Машины оснащены специальными ковшами, поворотным отвалом для снега, щетками и другими приспособлениями. Они намного техничнее и современнее старых аналогов. На закупку новой техники потратили около 10 миллионов рублей. Совсем скоро в Невиномыске зажжется праздничными огнями главная городская елка. Специалисты приступили к ее сборке. Новогодняя красавица будет стоять на площади перед ДК химиков. Все нужные элементы уже привезли. Каркас елки высотой 17 метров. Украсят его красочные шары и сотни ярких лампочек. Официальное открытие 22 декабря. Лучший библиотекарь Ставрополя живет в Пятигорске, в Краевом Минобре. Подвели итоги конкурса «Библиотекарь года». Всего в нем приняли участие 33 человека со всего края. Они представили мультимедийные конкурсные задания и подготовили мастер-классы. Победительницей конкурса стала Людмила Волхова, педагог-библиотекарь школы номер 18 города Пятигорска. С нового года в России нужно будет согласовывать строительство на дачных участках. Более того, здания, которые не оформлены должным образом, официально станут самостроями. А это значит штраф или даже снос помещения. Такие поправки в градостроительном кодексе вступят в силу 1 января. Впрочем, у дачников есть немного времени, чтобы подать документы как раньше, по упрощенной схеме. Для чего нужны перемены и готовы ли к ним жители Ставрополья, расскажет Леонид Нечпуренко. Сады отдельно, огороды отдельно, дачных участков не будет вообще. Вкратце так можно описать изменения в законе, что вступают в силу с января. На земле под огород строить будет вообще нельзя. Территории, что все привыкли называть дачами, получат статус садовых участков. А здания на них станут считаться садовыми домами. Это здание для временного пребывания, которое отвечает требованиям граждан в целях какого-то сезонного использования. Такие садовые дома можно будет перевести в жилые. Соответственно, и жилые дома можно перевести в садовые в порядке, установленном в действующем законодательстве. Теперь при строительстве и реконструкции дома нужно будет подавать уведомления в местные органы власти. Те, в свою очередь, проверят, нет ли в проекте нарушений, все ли в порядке с параметрами здания. Строить разрешат не больше трех этажей и не выше 20 метров. Здание нельзя делить на несколько квартир. Планируется, что такие меры помогут навести порядок и остановить бесконтрольный самострой. Дачная амнистия в свое время упростила жизнь владельцам участков, но стали возникать и злоупотребления. Под видом скромных дачных домиков могли появиться шикарные здания на много этажей. Изменения в градостроительный кодекс как раз и нужны, чтобы все было честно и по правилам. Но, кстати, коснутся они именно жилых строений. Построить у себя на даче баню или, например, беседку можно будет, как и раньше, без уведомлений. Впрочем, у дачников есть еще почти три месяца, чтобы оформить дачные строения в упрощенном порядке. В МФЦ готовы к наплыву посетителей. Юрий Владимирович, один из тех, кто узнал о скорых переменах, решил поторопиться. Ведь уже 1 марта процедура станет длиннее, а папка с документами, которые нужно принести с собой, гораздо толще. Дача неоформлена, досталась от родителей. Надо документы в порядок привести. Для получения данной услуги нужно предоставить следующие документы. Это технический план здания либо сооружения, правоустанавливающий документ какой-либо на земельный участок, государственная пошлина, ну и, соответственно, паспорт самого заявителя. Госпошлина сегодня составляет 350 рублей. На прием можно записаться на сайте МФЦ, по телефону горячей линии, либо прийти в офис лично и получить талон электронной очереди. Леонид Нечапуренко, Антон Красов, Ставропольское телевидение. И в продолжении дачной темы. Ожидая вступления нового закона в силу, многие дачники бросились приводить в порядок документы и делать межевание. Это нужно для того, чтобы уточнить границы своего земельного участка. Для проведения этой процедуры можно вызвать кадастрового инженера. Делать это не обязательно, но сотрудники Росреестра рекомендуют все же уточнить границы своей земли. Итоговой процедурой является постановка на кадастровый учет. То есть с этого момента границы являются согласованными и теперь какие-либо споры предъявляются только в судебном порядке. Мы фиксируем в среднее время очень много таких обращений. Граждане просят провести проверочное мероприятие в целях определения, не залазит ли сосед на его территорию. Это следствие того, что межевание не проводится. Мы настоятельно рекомендуем гражданам этот вопрос как бы себе взять на контроль. И переходим к теме ЧП. В предгорном районе водитель сбил пешехода и скрылся. У пострадавшего открытый перелом ноги. Наезд произошел около полуночи на выезде из поселка Горячеводского. В ГАИ уточняют, что пострадавший мужчина шел по проезжей части вне населенного пункта в одежде без светоотражающих элементов. Водитель не оказал помощи пешеходу, а поспешил покинуть место ДТП. Другие происшествия в крае за минувшие сутки в нашей оперативной сводке. Очередного нетрезвого водителя задержали автоинспекторы Ставрополя. Житель села Красногвардейского сначала пытался уйти от погони на машине, а потом в буквальном смысле пустился в бега. В итоге состязание лучшую спортивную форму продемонстрировали сотрудники ГАИ. А нарушителю пришлось пройти тест на наличие в крови алкоголя. Попутно выяснилось, что в августе этого года он уже лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь горе водителю грозит наказание в виде исправительных работ или лишения свободы сроком до двух лет. А это кадры последствий ДТП в Нефтекумском. 53-летнему водителю Лады Весты стало плохо по дороге в больницу. Он потерял управление автомобилем и выехал навстречу, где врезался в микроавтобус «Пежо». Водители пренебрегли ремнями безопасности, поэтому оба ударились головами о лобовые стекла. Кроме того, водитель Весты получил открытый перелом ноги. После оказания первой помощи пострадавшим спасатели навели порядок на дороге. Смыли разлитое масло и топливо, вытекшее из автобуса. Крупную партию марихуаны изъяли полицейские Петровского городского округа. При обыске в домовладении 42-летнего жителя Светлограда стражи порядка обнаружили два полимерных пакета с растительным веществом серо-зеленого цвета, а также части растений. Установлено, что изъятая марихуана общей массой 700 граммов. Возбуждено уголовное дело. За аналогичное преступление будут судить и 52-летнего жителя краевой столицы. Это кадры оперативной съемки. Полицейские отрабатывали информацию о том, что мужчина торгует наркотиками. Под видом покупателей они пришли к нему и задержали при попытке продажи запрещенного вещества. В ходе обыска в трубе во дворе дома обвиняемого нашли свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что внутри марихуана общим весом около 200 граммов. Теперь оценку действиям наркоторговца вынесет суд. Ставропольцы отправили новогодние подарки детям Донецка и Луганска. Гуманитарная акция длилась в крае два дня. Люди несли в пункт приема конфеты, фрукты, напитки. Все то, что так нужно детям пострадавших республик. Помогали собирать гуманитарную помощь школы, детские сады, больницы и представители бизнеса. К подаркам приложены письма с теплыми пожеланиями. В Донецк и Луганск уже выехали две фуры, до отказа наполненные коробками со сладостями. Гуманитарный груз в республике доставят ставропольские спасатели. Пилочки, ножницы и лак для волос. В Ставрополе профессионалы индустрии красоты сразились за звание лучших. Чемпионат собрал участников со всей страны и ближнего зарубежья. За работой мастеров наблюдала Яна Лукошкина. Краевой центр на пару дней перевоплотился в столицу индустрии красоты. Весь день в специально оборудованных залах кипит работа. Здесь, например, свои навыки проявляют специалисты ногтевого сервиса, а ближе к сцене расположились мастера, оформляющие брови. Марина этому делу посвятила 4 года. Набралась опыта и теперь пробует силы на конкурсах. Я работаю с красителями «Хной». Сейчас очень популярно. Многие молодые девушки пользуются. У меня работа чистая обычно. Многим нравится. Да, кстати, и форма. Не знаю, тут уже я смотрю на каждого клиента и подбираю сама, что ему подходит. Чемпионат проводится на Ставрополье ежегодно. Мастера из разных регионов страны могут учиться друг у друга, общаться и, конечно, выставлять на суд компетентного жюри свои работы. Прически, к примеру, оценивают по многим критериям. Требования такие, значит, направление моды, в первую очередь, чистота работы, форма и естественное творчество мастера. В женском сейчас очень модно яркие пряди. Ну, классика никогда не уходила из моды, поэтому классические варианты всегда в моде. Амбре, айртач. На Ставрополье индустрия красоты идет вперед крупными шагами. Немалую роль в этом сыграли именно такие чемпионаты. Наш край не только является жительницей России, но и туристическим кластером. Развивается туризм, мы имеем у нас курорты. И наши женщины, мужчины, которые приезжают к нам, не должны, конечно, получать высокого класса услуги. Поэтому сегодняшний конкурс, он призван, во-первых, показать свое мастерство, потом, значит, научить молодых профессионалов чему-то новым, тенденциям. Всего в конкурсе приняли участие 140 человек, в том числе из Казахстана, Украины и Литвы. Проявить себя можно было даже заочно. Многие модные мастера прислали организаторам фотографии своих работ. Яна Лукошкина, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Хотите быть в курсе событий на Ставрополье? Заходите на сайт stv24.tv, а также смотрите наши выпуски новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok